Здравствуйте, дорогие друзья! Я Алена Булатова. Сегодня третий день нашей стажировки «Капитал за 30 дней». Сегодня мы занимаемся инвентаризацией нашей жизни и мы, можно так сказать, делаем финансовый срез нашей жизни. И у нас есть файл, который состоит из нескольких составляющих, и я расскажу о нем. Вначале мы заполняем первую страницу, где пишем о себе. Это наш возраст, наши занятия. И я выяснила, сколько дней мне осталось жить, потому что мы также пишем, сколько лет мы хотим прожить. Я хочу и надеюсь, что я проживу до 125 лет, потому что технологии через 50 лет будут намного более прогрессивными, чем сейчас. И значит, мне осталось где-то 35 тысяч дней прожить. Далее, самые главные четыре составляющие нашего сегодняшнего задания – это записать наши доходы, расходы, имущества и долги. Ну, доходы могут быть активными и пассивными. Это доход зарплата активной и пассивный доход, может быть, дивиденды от бизнеса, от портфеля акций или облигаций, либо что-то еще, допустим, рентные платежи. Также мы пишем о расходах своих. И расходы, конечно, достаточно большой файл. Здесь они разбиты на очень мелкие составляющие. Ежедневно мы записываем расходы – это еда, питание в ресторанах, расходы на дом, расходы на транспорт, на страхование, на досуг, книги, образование. В общем, файл достаточно подробный, покрывает полностью все аспекты нашей жизни. Далее, третья часть – мы записываем свое имущество, может быть, квартира, машина, что-то такое крупное. И последняя часть – это наши долги. Возможно, кредиты, либо долги знакомым, близким. В конце Excel все сводит воедино, и у нас получается личная финансовая ведомость, из которой мы видим свой свободный текущий денежный поток. То есть здесь доходы минус наши расходы – получается ежемесячный свободный денежный поток, который мы можем инвестировать. Ну и в конечном итоге все вот эти данные, которые мы за счет нашей кропотливой работы получили, мы вводим, мы делаем балансы и потом вводим в программу 1С деньги. Ну, достаточно полезное задание, я хочу сказать, сегодня. Вообще я составляла свои расходы на протяжении 7 лет, и хочу сказать, что мне это помогло более осознанно относиться к своим покупкам. Потому что каждый согласится, часто мы делаем импульсивные покупки, потом жалеем. Вот, уже купили, ну, можно, конечно, вернуть, но это тоже время. И уже сейчас у меня мозг так работает, что я, когда уже делаю какую-то покупку, я уже более осознанно, я думаю, подхожу к ней. И для чего мы вообще все это делаем? Нашу жизнь, для чего мы делаем вот эту финансовую ведомость? Нашу жизнь можно представить как колесо, которое катится по жизни. Вот это колесо, оно состоит из различных частей, это финансы, семья, взаимоотношения, здоровье, хобби, работы, можно еще много чего добавить. И желательно, чтобы каждая часть, она была в балансе с другими. Но у многих, допустим, работа перевешивает все, и тогда это колесо катится криво. Наша задача сделать его сбалансированным. И проще всего мы начинаем с финансовой части, так как если мы уравновесим ее, и нам не нужно будет думать постоянно о том, как заработать деньги, мы сможем больше времени посвящать своей семье, посвящать своим хобби, путешествиям и, наверное, даже больше наслаждаться жизнью. А если мы будем работать, заниматься бизнесом, уже это будет не для того, чтобы заработать на хлеб насущный, а для того, чтобы получить удовольствие, потому что можно же получать, и многие получают удовольствие от заключения сделок, от того, что они зарабатывают деньги. И также мы хотим выйти с замкнутого круга, в котором многие люди живут от зарплаты до зарплаты, бегая по крысиным кругам. И наша цель – это выйти на большой круг, когда наши пассивные доходы будут превышать расходы. Пассивные доходы, опять же, могут быть от сдачи нашей недвижимости в аренду, получения дивидендов от бизнеса, от портфеля акций, облигаций. И вот этот пассивный доход, он должен превышать в два раза ежемесячный расход. Ну и также на нас не должны висеть никакие долги. Ну вот, таким образом мы движемся к нашей финансовой цели, к финансовой независимости. На сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока. Продолжение следует...